Дорогая церковь, Христос воскрес! Поистину! Христос воскрес! Поистину! Христос воскрес! Поистину! Слава нашему Богу, что Христос воскрес! Можете садиться. Знаете, когда Иисус Христос воскрес, Он явился ученикам Своим. You know, when Christ rose, He appeared to His disciples. And He appeared to two of His disciples on the road. And it says that He began to speak to them. And it says that they didn't recognize Him. And He was opening the Scriptures to them and He was telling them about the Scriptures. But it says that their hearts, their minds, they weren't open to understand the Scripture. But it says that Jesus, He opened their minds to understand the Scriptures. And they understood the Scriptures. And they said that when He was with them, did not our hearts burn within us? You know, today, this morning, we came here to hear the Scriptures. И сегодня мы пришли слушать Писание. We came to hear the words of God. Мы пришли слушать Слово Божие. Мы хотим узнать то, что Бог хочет сказать сегодня. И я хочу, чтобы мы встали в молитве. И сказать, Господь, открой мое сердце. Открой мой разум, Господь. Я хочу понять то, что Ты хочешь сказать. Давайте помолимся. Все, дыши, да славит Господа. Братья и сестры, у нас сегодня есть привилегия стоять сегодня здесь. Благодарить Бога, славить Бога. Даже, может, перед служением вы заметили, такая картинка на экране, да, где идет время. Я так вижу, как природа красива, как Бог все красиво сотворил. Он действительно достоин всей славы. Он действительно достоин всей чести в нашей жизни. И поэтому давайте мы просто прославим Его имя сейчас. Мы прославим то, что есть. Он Бог чудес. Он есть Бог славы. Он есть Бог, который является нашим Богом. Славим Его за это. И подводим вместе песню. Хвалите, хвалите Бога небес. Фалите, хвалите Бога небес. Валите, валите Бог на небес. Валите все, кто мы на небес. Валите, о наш телес. Валите, валите Бог на небес. Валите, валите Бог на небес. Валите все, кто мы на небес. Валите, о наш телес. Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Богу фонарь. Богу фонарь. Валите, валите Бог на небес. 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 Богу фонарь. Богу фонарь. Аллилуйя, Аллилуйя. Богу фонарь. Богу фонарь. Аллилуйя, Аллилуйя. Богу фонарь. Богу фонарь. Иисус, есть для нас здоровое имя. Аминь. Иисус, есть то, что есть близко к нам. Он очень дорого к нам. То, что Он делает в нашей жизни, Его присутствии, Дух Святой. И потом мы вместе споем песню «Иисус, как ты дорог для меня». Иисус, как ты дорог для меня. Иисус, не мечты мать не мая. Иисус, как ты дорог для меня. Иисус, как ты дорог для меня. Иисус, как ты дорог для меня. Иисус, не мечты мать не мая. О, Иисус, мои мечты, волю, Богу, как ты долг, долг на меня. Иисус, тебя люблю я, позволяй. Иисус, ты без начала, без конца. О, Иисус, ты любви к миру с тем, Богу, как ты долг, долг на меня. Иисус, ты обещал идти сюда. Иисус, мы ждем тебя, раскрыть сердца. О, Иисус, ты слышны хорошие голоса, как ты долг, долг на меня. Иисус, ты любви к миру с тем, Богу, как ты долг, долг на меня. Иисус, ты любви к миру с тем, Богу, как ты долг, долг на меня. Иисус, ты любви к миру с тем, Богу, как ты долг на меня. Иисус, ты любви к миру с тем, Богу, как ты долг на меня. Я верю, это самый главный предмет, который мы можем помнить. Помни то, что Иисус говорил. Мы будем читать Марка, 14 глава. Начиная с 27 стиха и ниже. Марка, 14, 27. Говорите им, Иисус, все вы соблазнитесь о мне в эту ночь. Ибо написано, поражу пастыря и рассеются овцы. По воскресенью же моему я предварю вас к Галилею. И сегодня я хочу поговорить на тему, называется, уверенность христианина. И когда я готов это пробовать, я просто думал, что вот мир думает о уверенности. Вы читаете разные цитаты, что разные люди говорят. И я думаю, что это не так, что этот мир хочет, чтобы ты был уверен. Ты есть, кто ты есть. Ты делаешь то, что ты делаешь, поэтому ходи с такой уверенностью. Неси себя с такой уверенностью. И может быть, ты что-то достигнешь в жизни. Будь такой смелый, достигай чего-то. Будь уверен. И когда я пошел в Писание, чтобы найти эту тему уверенности, мы находим что-то противоположное. Да, ты можешь быть уверен в некоторых вещах христианства. Но Библия нас очень много предупреждает о самоуверенности. Мы читаем вещи, когда он силен. И сердце его было возвышено. И вот то, что сердце его возвышено, это было к его разрушению. Или есть такое другое место Писания. Посему, кто думает, что стоит. Уверенность, right? Он говорит, что думает, что стоит. Берегись, чтобы не упасть. В смысле, когда ты сам более уверен. Вот тогда нам нужно смотреть, потому что тогда мы можем упасть. И мой подлинный момент в этом сермоне будет быть, что самоверенность в себя – это опасность. И если мы читаем опять стих 27. И Иисус говорит им, «Все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь. Ибо написано, «Поражу пастыря, и рассеются овцы». Уверенность в себя опасна. Потому что мы не можем стоять в одиночестве. Мы видим такое яркое предупреждение ученикам. Вы будете соблазнены. Идея, что вы уйдете, вы упадете. Вы будете искушать, чтобы впасть в искушение и в грех. Вы начнете сомневаться в Мне. Think about it. If they trusted in Jesus, if they never doubted Christ, would He be giving them this warning? Would they ever have run? Let's ask that. Иисус – это предупреждение. Убежали ли они? Нет. Но то, что они не имели уверенность, вот такую веру со Христа, они были соблазнены в Нем. Они были соблазнены, они потеряли доверие. Потому что Он был уйд. И в любом случае, он прочитывает эту image here with волки и пастырь. Даже другим словам мы видим такое, пример он говорит, что есть волки и есть пастырь. Или овцы, извините. When you think about it, the wolf, it is scared of the shepherd. Если подумать так, то волк, он боится пастыря. When he sees a shepherd, oftentimes he's not going to go chase the sheep. Когда он видит пастыря, он не идет за овцами. But when the shepherd is gone, когда нету пастыря, then you may be enticed to sin. Тогда есть соблазнение, чтобы согрешить. And I believe that this warning, it should be to us today as well. When we hear you, you will be offended. Today you might be near to Jesus. Today you might be strong in your faith. But there will come a day when Jesus doesn't seem so near. And the enemy, he comes in and he begins to entice. соблазнять и искушать. And that's oftentimes what our Christian life looks like. And this is usually when we fall away, when Christ is not near and dear to us. Это очень часто, когда Христос уходит от нас и он не близко к нам. И не чувствует его близко. And when you think about it, there's almost a trade-off. И если даже подумать, кажется, такая обменка идет. The disciples, the reason they ran was because they were offered security maybe. And when we desire some sort of comfort or some sort of security, we can leave Jesus. And in reality, there is no standing without Christ. The reason we fall is because Christ wasn't near. So my point number one is self-confidence is dangerous. because we truly, we can't stand alone without realizing that Christ is near, we fall. Without seeing the shepherd, the sheep, they scatter. They run in different directions. They lose this sense of security. So self-confidence is dangerous because we truly, we as Christians, we can't stand alone. And we read verse 28, but after that I am risen, I will go before you. He says, I might be gone. Yeah, they might seem hopeless. But I'll be back. And isn't that true? Doesn't that give us hope today, saying that Christ might not be so near today? But at a point, we can actually feel him. And he is close. He has a plan. We might not feel him, but he has a plan. We see what the disciples do here. Verse 29, But Peter said to him, All shall be offended. Yet I will not. Point number one, self-confidence is dangerous. Because we can't stand alone. And point number two, self-confidence is dangerous. Because we become ignorant through it. See, we're often quick to criticize Peter. We know what's happening next. Like, Peter, you're going to betray Jesus. It's like, just shut your mouth. It'll happen, but don't make it worse for yourself. But it also says, all were like him. All the disciples. All the disciples, they were confident that they, I wouldn't be the one that leaves Jesus. And I think, if they were all self-confident, we were in that same boat, saying, Jesus, I'm holding on to you until the end. But Jesus is warning them. He says, get ready, you are going to be tempted to leave. And it's interesting because in these high moments where we spiritually, we feel good. We're the ones that say, no, if everybody falls away, I'm not falling out. Jesus, if everybody leaves me, then I won't leave. And we have this example, I think it's often brought up. We read especially in Revelation about this big chip coming out. It's the 666. The Antichrist. Most of us are going to be like, yo, I'm not taking that. Nope, I'm totally not taking that. If I have to get my head chopped off, I'm going for it. I'm going to hold on to Christ. If everybody denounces Jesus, then I won't. And we find us in this place of self-confidence. I'm confident in myself. But Jesus, he warns us. In this same chapter, he says that the Spirit is willing. You're willing, you're trusting in yourself. Well, what does he say? But the flesh is weak. The Spirit and the disciples, it was willing. It desired, yes. But their flesh, and their longing for security, was overtook them. And bringing this down into an earthly example, we all make commitments. Especially during New Year's, right? We're like, yo, I'm waking up at 5 a.m. And especially during New Year's, that I'm going to be working out every day. I'm going to start eating healthy food. And then January 1st, we wake up and we're like, ah, I don't know about this. First of all, I'm not a morning person. Second of all, I'm not too out of shape, right? And we begin to forget that promise. We totally forget how confident we were going in. Jesus is saying, you're so confident in yourself. But you're so blind to your weaknesses. You're so blind to how fleshly you're living. And sometimes I think like, wouldn't it be nice not just to have eyes going outside to watch other people to see how other people fail. But wouldn't it be nice to have eyes to see yourself to see your own character then you might not be so confident, right? And we know how the story ends. We know that this ignorance from Peter later leads him to betraying Christ. Instead of listening to these warnings from Jesus, he became ignorant. self-confidence is dangerous because we can't stand without a shepherd. Self-confidence is dangerous because it makes us ignorant. We jump down to verse 30. And Jesus says to them, Verily I say to you that this day, even this night, before the cock crows twice, you will deny me three times. Peter responds again right here. But he spoke to him more vehemently that if I should die with you, there's no reason I'll deny you. See, self-confidence is dangerous not only because it makes us ignorant. not only because we lose the warning signs. My third point is self-confidence is dangerous because it makes you arrogant. It makes you ignorant and it makes you arrogant. arrogant means you're intentionally ignorant. You know that there's a problem but you say I don't care I'm going to deal I'm going to live with this problem. And the second time Peter responded you might yell like, yo, Peter, stop! You're going to fail. Stop cracking down on this. You're going to be embarrassed. But isn't it crazy how he gets even more defensive? Instead of trying to understand we'll fight back. And you find this a lot of times with children. You're like, hey, don't touch that candy. Don't go outside. He goes outside and he grabs that candy. He's like, maybe if I told him to grab it he wouldn't take it. Maybe if I told him not to sleep maybe he'd sleep. And often times this is what we'll do as humans. We see it as a challenge. Like, no, you're telling me no, I can't. I will. And Peter here, he takes that challenge and says, oh, you think I'm going to deny you? They're going to fall, but yo, I'm not falling. And I think in the hardest moments we lose the sight of our weaknesses. And you could see, you could almost feel what Jesus feels. Jesus who understands that he's about to face the hardest time of his life. Jesus who is literally he's sweating blood because he is nervous. He knows what's going to happen. And you could imagine him thinking like, man, I wish there was somebody. maybe, 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 I hope that he does stay. But Peter, he wasn't faithful. He wasn't going to be faithful. And we might be bold to make these claims today. If everybody takes the chip, then I'm not taking it. I'm not going to denounce Jesus. And I want to ask us today, is it possible that we have already denied Christ? And it's a hard question to ask. How many times maybe tomorrow or this week will we deny Jesus with our lives? Yes, Peter, he had this literal denouncing Jesus. It was a real but I believe that we can deny knowing Christ. We could deny knowing Christ with the way we live every day. Jesus says that these people, you honor me with your lips. but their hearts are far from me. There's a lot of bold claims we can make. You can talk a lot but it's hard to walk a lot. And we compare ourselves like, Peter, yeah, you screwed up. Judas, you screwed up even more. You guys screwed up. And these might be harsh words. But don't we sometimes sell Jesus for even cheaper? We look at somebody like Judas. For 30 pieces of silver he sells the Son of God. But how many people today would do anything for an extra buck? You're not fair with your dealings at work. And you deny Christ with your life. We look at somebody like Peter like, yeah, Peter, yeah, unfortunately you screwed up. I would have stood by Jesus. But in reality Peter, he had a lot of boldness. He goes all the way to the courtyard. You see in the garden, he cuts the ear off. off of the door. But towards the end, he began to worry for his security, for his comfort. How many of us can deny Jesus chasing security? not follow the word of God because we desire comfort. Totally forget about what Christ has commanded us to do. The Bible talks about a great commission. Forget about it. How many people today would share the gospel with their close family or friends? We desire security. We desire comfort. And often times at the cost of Jesus we deny. Denying Jesus is more than having a chip in your right hand. I believe it's how we live today. Self-confidence is dangerous because we become arrogant. And we might ask ourselves today how do I be confident in Jesus? How can I be confident in Jesus? And Jesus gave direct instructions to the disciples in this same chapter. He says in verse 38 Watch and pray Watch and pray lest you enter into temptation. Jesus here gives two steps and if the disciples maybe if they weren't sleeping maybe if they were on guard then I don't think they would have fallen into temptation. And the first one Watch it literally means to stay awake. keep your eyes peeled on what the world the hardships the things in your life that are causing you to fall. What are we supposed to watch? No, we watch ourselves. We watch and we know our weaknesses. There's a saying that 90% of our problems they would be solved if we realized we had those problems. 90% of solving problem is knowing you have one. Watch. Know your weaknesses. Know where you fall. Ask yourself where do I compromise? And Jesus says sin lies at your doorstep. Don't put a blind eye to it. Don't be self confident. Know that you are weak. He gives us a second step here. Watch and pray. Don't just know that you are weak. to know and not to do is like not knowing at all. You know but you don't do anything about it. But also pray. Prayer changes everything. We all know that. Unless God is with us then we can't stand. Unless you know who God is. Unless you understand inside that God he is almighty. And he cares. Only then can you build confidence in him. Watch and pray. Lest you fall into temptation. We talked today about a Christian's confidence. that self-confidence is dangerous. Self-confidence is dangerous because we cannot walk alone. We need that shepherd. We need God to walk with us. Self-confidence is dangerous because we become ignorant through it. We don't realize that there is danger. that there is warning and self-confidence is dangerous because it makes us arrogant because we turn a blind eye and we fall. And we said that the only way to stay confident in Jesus is is watch and pray. Let us bow our knees and let's come to God today. And be confident in Him. Amen. and Пусть святой, ты коснись ко мне своим темною, Пусть святой, посади мой разум своим мечом. Мама, мое сердце может обладать, Пусть святой, ты коснись ко мне своим мечом. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава, слава тебе, Бог за душ святой. Слава, слава тебе, Бог за душ святой. Слава, слава тебе, Бог за душ святой. Слава тебе, слава тебе, мой Бог. Слава, слава тебе, Бог за душ святой. 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 Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тебе, Бог за душ святой. Слава тебе, Бог за душ святой. Слава, слава тебе, Бог за душ святой. Слава тебе, Бог за душ святой. Слава тебе, Бог за душ святой. Слава, слава тебе, Бог за душ святой. Слава тебе, Бог за душ святой. Христос воскрес. Воистину воскрес. Сегодня прекрасный день, который Бог нам подарил. Он воскрес, Он изменил нас, Он изменил наше сердце. И благодаря этому, когда мы смотрим на этот мир, мы видим не просто мир, мы видим могущественного Бога. Вчера, смотря на ваши горы, как здесь красиво, я видел много людей, которые тоже смотрели на горы, но я думаю, что большинство из них, они видели горы. Когда мы смотрим на эти горы, мы видим сильного Бога. Он великий, Он сильный, Он прекрасный. И ты смотришь, какое оно все прекрасное, великое на эти каньоны, и ты думаешь, какой мой Бог сильный, какой мой Бог прекрасный, как Он все чудесно создал. И все это для нас. Я бы хотел, чтобы мы вместе открыли Библию. Это Евангелие от Матфея, 6 глава и 12 стих. 6 глава, 12 стих Евангелия от Матфея. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Перед этим мы все вместе молились и говорили эти слова вместе. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем. Как и мы прощаем должникам нашим». Я иногда думаю над этим стихом, возвращаюсь к этому стиху, потому что он уникальный по всему миру, где бы верующие ни были. Они говорят, и прости нам, и прости нам, как и мы прощаем. В этой молитве очень много говорится таких утверждений, ибо Твое есть царство, сила, Ты тот, кто живешь на небесах. В этой молитве мы много просим. Мы просим, Боже, пусть будет Твоя воля, пусть будет Твое царство, дай нам хлеб, помоги нам в искушениях. А этот стих какой-то особенный. Мы не просто говорим, Боже, дай нам хлеб, как и мы даем, помоги нам в искушениях, как и мы помогаем. Мы просто просим в этих моментах. Но в этом стихе мы говорим, прости нам, как и мы прощаем. Мне кажется, что так как мы люди такие, ну не досконали, несовершенны, то лучше бы было сказать Богу для нас, молитесь так, прости нас, потому что грешные мы. Прости нас, потому что Ты милосердный. Но Он, зная, какие мы есть, Он говорит, молитесь, прости нам, как и мы прощаем. В целом мире, где живут люди, всегда есть причины для прощения. Если мы посмотрим в Библию, я думаю, что такие же ситуации могут быть и у нас в жизни. Например, два родных брата, Исау и Яков. Один в другого что-то украл. И вы помните, как тяжело было помириться им, когда Яков думает, как я встречу своего брата. Он даже готовится, он посылает один подарок, второй подарок, третий подарок. Почему? Потому что конфликт между родными людьми, между братьями. Может быть так в сегодняшний день, что где-то родные между собой, ну что-то случилось, что-то не разделили, что-то кто-то, возможно, украл. Даже нематериальное. Может быть такое. Может быть обида. Бывает так, что Библия говорит, у Давида был сын, Авесолом. Он был отец, он заслуживал уважения, он заслуживал отношения как к отцу. Но этот сын постоянно, он выходил на улицу, и он делал бунт против своего отца. А потом даже царство хотел забрать, отец убегает от него. Может быть, да, в отношениях родных людей. Иногда обида приходит даже через хорошие, кажется, хорошие моменты. Бывает так, что дети, у них большая обида на своих родителей, которые в церкви служат. Они говорят, мой папа, он был всегда в церкви. Он почти не выходил в церкви. Но я его никогда не видел. И слезы выходят на глаза, обида выходит на глаза, потому что он говорит, я хотел или я хотела видеть своего отца или своих родителей. Может быть, обида. Может быть, что другие люди нам что-то сделают, и мы не заслужили этого. Помните первого человека, которого убили за веру? Стефана. Что он заслужил? Он что-то плохое сделал? Нет. Он проповедовал. Он говорил хорошие слова. Он хотел, чтобы эти люди спаслись. Поэтому он и проповедовал. Если бы он этого не хотел, он бы просто сидел дома и никому бы ничего не говорил. И все бы было хорошо. Но он хотел, чтобы эти люди, их жизнь изменилась. Что они делают? И вот мы видим, что в этом человеке в сердце он говорит. Прости им. Прости им. Но не всегда так легко это сделать. Я бы хотел, чтобы мы вместе открыли еще два стиха. Первый стих будет. Это Евангелие от Марка. Девятая глава. И двадцать четвертый стих. Евангелие от Марка. Девятая глава. И двадцать четвертый стих. Вторая половина этого стиха. Вторая половина двадцать четвертого стиха. Верую, Господи, помоги моему неверию. Вы помните эту историю, когда было преображение Иисуса Христа. И он сходит с горы и видит, что что-то там случилось. Он спрашивает, что случилось. И говорят, я привел своего сына к твоим ученикам. И они ничего не могли сделать. И он спрашивает отца, веруешь ли ты? Говорит, верую, Господи. Но помоги моей вере. Помоги моему неверию. И второй стих. Это Евангелие от Луки. Семнадцатая глава. Пятый стих. Евангелие от Луки. Семнадцатая глава. Пятый стих. И сказали апостолы Господу. Умножь в нас веру. Этот стих. Если мы прочитаем выше, что пишет. То Иисус Христос говорит им о искушениях. И говорит о прощении своему ближнему. Он говорит, если он семь раз в день. Сделает что-то против тебя. То что нужно сделать? Простить. И вот апостолы, когда это услышали. Они говорят. Иисус. Умножь нашу веру. Добавь нам вере. Умножь нашу веру. Почему я прочитал именно эти два стиха? В первом и втором стихах как раз это два момента в Библии, когда люди просят, чтобы их вера умножилась. Первый раз, когда человек хотел увидеть чудо от Господа, исцеление своего сына. А второй раз, когда они слышали о прощении, о том, что нужно прощать. Представляете себе, как бы, что эти два момента, они сравниваются и становятся наравне. Прощение получить что-то, увидеть чудо большое. Это же нужно веру. Верою евреи перешли через море, которое раступилось. Это нужно веру. Верою некоторые получили своих мужей, которые в воскресенье. Это вера. Это не просто слова. Но прощение тоже поднимается и говорится, что простить иногда своему брату не так просто. Не так просто. Там написано, что Иисус отвечает, что если бы у вас была вера, маленькая вера, то вы бы сказали горе, вы бы переставляли гору, да? Ввергнись в море, и она бы ввергнулась. Иногда становится, на сердце такая мысль приходит, что бывает человеку проще горы переставлять, чем простить своего брата или сестру. Возможно, не верую, но иногда бывает, что человек готов брать какой-то инструмент и переставлять горы, и это проще ему будет, чем просто простить. Простить своего брата. Почему так важно прощение? Почему так важно прощение? Во-первых, прощение своему брату – это характер Иисуса Христа. Это унаследование его характера. У нас призвание быть похожими на Иисуса Христа. У нас призвание как раз уподибниваться Иисусу Христу, уподобляться Иисусу Христу. Это призвание. Бывает так, что человек хочет быть подобным Иисусу Христу, но только в чудесах, только в силе и только в слове. Вот так отвечать хорошо всем людям, чтобы если они что-то спросят, то так ответил, чтобы у них уже не было слов. И если что-то нужно, то чудеса делать. А в прощении? Помните этот момент, когда Иисус Христос проходит через Самарию, и Библия говорит, что они искали, где бы переночевать, и не было места. И ученики их так это задело, что они говорят, Иисус, а хочешь, мы огонь с неба сведем? Это был их характер. Что Иисус сказал? Не знаете, какого вы духа. Бывает так, что в жизни приходит ситуация, когда кажется, что наилучший ответ в этой ситуации, это чтобы огонь из неба сошел, и все просто вырешил, разрешил все. То есть огонь сошел, сожрал всех, и все, потому что они достойны этого, потому что как они так сделали или по-другому сделали? И ученики, они не были плохими людьми, они были такие же люди, как и мы в этой ситуации. Но Иисус что делает? Он говорит, не знаете, не знаете. Он позволяет огонь свести с неба? Нет. Он прощает, он терпит. В ситуации, когда люди достойны огня, его характер прощает, его характер проявляет милосердие. Я не знаю, что вы проходите, но, возможно, у кого-то тоже такая ситуация, что где-то на работе, где-то на учебе, или просто где-то есть человек, который все, что он достойный, то, чтобы только огонь сошел, и все, тогда бы был уже порядок. Но прощать, прощать не того, кто заслужил, а того, кто наоборот не заслужил, это был характер Иисуса Христа. Прощать – это значит сбросить из себя тяжесть. Иногда мы думаем, что тяжесть только у того человека, который сделал грех, что-то сделал. И в действительности так. Тот человек, который что-то сделал, в основном его совесть, она работает, и она говорит, что это плохо, и она мучает его. Иногда не дает спать ему, иногда он себя плохо чувствует, иногда она в церкви, когда проповедь идет, и оно постоянно его мучает, потому что так Бог создал человека, что если он что-то делает плохо, то есть в сердце индикатор, который говорит, нет, это плохо, так нельзя делать. Но не всегда только тот человек, который сделал плохо, мучается. Тот человек, который не простил, он тоже мучается. Иногда даже больше, чем тот человек, который сделал что-то. Бывает, что человек согрешил как-то против нас, и он даже не знает, что он плохо сделал. Он даже не понимает, что это плохо. Он даже не обратил на это внимание, на эти слова, на эти действия, на то, как он поступил. И получается, что он просто себе ходит, и все. А тот, кто не простил, он мучается, он ходит с этой тяжестью, он постоянно с ней, он приходит в церковь, и что-то не дает ему свободы, не дает ему свободы полететь. Это как птичка. Иногда для туристов делают такой аттракцион, что они фотографируются с какими-то птицами, и они привязывают их за ногу. И они не могут улететь, потому что что-то держит их, что-то держит. Иногда непрощение – это как тяжесть, которая держит человека. И он не может свободно молиться, он не может свободно петь, он не может радоваться, потому что тяжесть его держит. Когда мы говорим о прощении, то прощать нужно не только тогда, когда я не прав, а даже если я прав, даже если я все правильно сделал, то именно тогда тоже нужно прощать человека. Стефан, он был прав, и он прощает. Иисус Христос, он был прав, и он прощает. Апостол Павел, так много раз, он был прав, и он прощает. Прощение – это не только тогда, когда я правильно сделал, или я неправильно, я прощаю и тебе, и себе. А это даже если я прав, даже если все правильно, то я прощаю. Прощение, иногда в нем нуждаемся и мы. Например, апостол Павел, который покаялся, очень, ну, некоторое время церковь не могла принять его. Люди не могли принять его, потому что они смотрели на него и говорили, это тот, кто убивал. Он плохо делал. Он плохо делал. Но пришел зло время, и Бог изменил его сердце. И когда Бог изменил его сердце, он хочет прийти в церковь. Они убегают, потому что они думают, что нет, он не может поменяться. Он, как бы, такое сделал. Как можно ему простить, если он убил Стефана, такого мужа? Если Библия говорит, что видения, которые он видел, то даже Бог стоял там на небесах. Иисус Христос говорит, стоял. Мы очень часто читаем в Библии, что он сидел, а в этом случае он стоит. Как небо уважает этого человека, как небо относится к этому праведнику. А как он поступил? Как можно простить? Но Библия говорит, что Бог простил. Прощать, потому что часто бывает, что и мы не так поступаем. Мы не всегда идеальные. Мы тоже иногда не видим боли человека. Мы тоже иногда неправильные слова говорим. Мы тоже иногда не так поступим, где-то не пропустим, где-то не подждем, где-то еще что-то сделаем. Мы тоже люди. Люди. И когда мы прощаем человеку, мы понимаем, что я тоже человек. И может придется и мне просить прощения. То я бы хотел, чтобы меня простили. Я бы хотел, чтобы иногда закрыли глаза на мои не совсем хорошие поступки. Потому что я не специально это сделал. Но как по-человечески, как-то не пободрствовал, как-то, ну так, не знал, возможно, даже. И поступил так. И я тоже хочу прощения. Поэтому прощение, потому что и я тоже не идеальный. Прощение, потому что и я тоже не ангел из неба. Я только человек. Пока что человек. Потом я буду хорошим, когда буду там на небесах идеальным. Но сейчас еще земля. Сейчас еще путь. Библия говорит о прощении. И говорит, что прощать нужно тогда, когда даже не просят прощения. Иногда люди говорят, да, он сделал неправильно. И я готов его простить. Ну пусть приходит, попросит прощения. Желательно, чтобы слезы были в этом всем. И тогда я его прощу. Тогда я его прощу, и все, я забуду все это. А так, если он не просит прощения, то как я могу простить? Даже Бог, как бы, если человек не приходит и не говорит, Боже, прости, то нет прощения получается. И человек думает, что он наследует Бога. Но нет. Иисус дал нам пример, как нужно поступать здесь на земле. Когда он висел там на Христе, вы праздновали только воскресение Иисуса Христа, мы еще будем праздновать воскресение, то там он на Христе роспят. Там ему дают вместо воды уксус. Там пробивают, там прибивают, там издеваются и смеются. Там они пришли просто, чтобы посмотреть на его смерть, чтобы посмеяться. Даже надпись они дали для того, чтобы смеяться над ним. Кто из этих людей, кто стоял под крестом, просил прощения? Кто из них говорил, прости? Мы не читаем этого. Но Иисус Христос говорит, прости им, Господи. Прости им, Господи. Он им прощает. Прощает он. Никто не просит. Иногда жена говорит про мужа, если он попросит, я его прощу, а так нет. Иисус простил, когда не просили. Иногда родители говорят за детей, я прощу им, когда попросят. Но Иисус простил, когда никто не просил. Иногда дети говорят о своих родителях, они так поступили со мной, я не могу им простить. Вот если попросят, тогда прощу. Есть разные ситуации. Если у вас хорошая семья, то это благословение, это тоже чудо Господнее, потому что это Он сделал. Много семей в этом мире, они довольно-таки плохие. Дети не видят любви, дети не видят ласки, дети не видят вообще, какие родители должны быть. Иногда я помню в одном детском доме, один парень, ему где-то 15 лет было, он подошел ко мне и говорит, знаешь, я всю жизнь, донедавно думал, что у меня нет родителей. А выяснилось, что у него есть где-то мама. Но за 15 лет она даже ни разу не подзвонила, не сказала ни одного слова, ничего не сделала. Но они очень часто там ждали, они мечтали, что у них будет мама, просто мама будет. И иногда один раз он приходит и спрашивает, ему где-то 15 лет было, и он спрашивает, почему люди женятся? Почему это? А как простые вопросы, житейские, потому что он не знал на них ответа, он не видел никогда, как это, он не видел папы и мамы, он не видел, что такое любовь, он не видел, что такое семья, он не видел этого всего. И получается, что человек 15 лет, он мог жить только с мечтой, что у него будет, возможно, когда-то мама. Поэтому, если у вас хорошая семья, если у вас есть родители, если у вас есть папа, мама, если все хорошо, то это благословение, которое иногда человек просто не ценит. Просто не ценит. Прощение, прощение. Иногда оно настолько тяжело человеку дается, что это как чудо. Дай нам, помоги моему неверию, Отец, который ждет исцеления. И апостолы, когда слышат о прощении, говорят, дай нам еще немножко веры. Есть одна история в Библии. Это история о человеке, который был должен одному хозяину. Очень много. Библия говорит, что это очень много было, и он не мог заплатить это. У него не было шанса никаким способом заплатить этот борг, долг. И когда он стоял перед хозяином, он простил ему. И Библия говорит, что этот человек выходит на улицу, он встречает должника, который намного меньше ему должен, что-то небольшое такое. И он говорит, возвращай мне. Возвращай мне. О ком эта история? Это история о каком-то человеке, который жил в Израиле и был очень много должен, а потом не простил? С одной стороны так. Но в первую очередь это история о том человеке, которым Бог очень много простил. Но он живет еще здесь на земле, и иногда бывает, что кто-то ему что-то маленькое должен. Разве это не про нас с вами? Разве это не мы? Бог нам простил? Простил. Простил много, правда? Мы могли сами покрыть этот долг и попасть своими усилиями в небо? Нет, мы не могли. Получается, у нас такой долг был, что даже жизни нам бы не хватило, чтобы как-то его покрыть. Но когда мы пришли перед Господа, Библия говорит, что Он простил нам просто так. Он не сказал, отработаешь потом. Он не сказал еще какие-то моменты. Он просто взял и простил. И простил очень много. Просто иногда человек даже не понимает, насколько много Бог сделал для него и настолько много он простил. И вот Он нам простил все. И представьте себе, мы еще здесь на земле, мы выходим еще после этого прощения на улицу, как тот человек. И вот мы встречаем какую-то сестру в церкви, которая что-то не так сказала. И у нас в сердце уже целую неделю. Вот какая сестра. Вот когда покается, тогда, возможно, прощу. Мы выходим еще куда-то, и что-то дети или муж что-то не так сделал. Мы говорим, ох, какой муж. И складываем здесь, и говорим, он мне должен. Я не могу ему просто простить, потому что он же должен каяться на коленях и в слезах. А он это не делает, или они это не делают. И получается, что та же история. Бог рассказал историю, которая сотни, тысячи раз повторяется в этой жизни. И не где-то там далеко, но бывает, что и у нас. У нас она повторяется. Когда Бог нам простил, но человек не может что-то маленькое простить. Мы много против Бога говорили, много делали, и Он простил. Одно слово бывает человека тяжело простить. Эта история говорит, какой конец будет. Эта история говорит, что когда хозяин узнал о том, что тот человек не простил маленький долг, что он сделал с этим человеком? Он сказал, ну ничего, давай еще раз попробуй. Нет. Библия говорит, что он взял этого человека и куда отправил? В темницу. В темницу. Наша молитва, Отче, прости нам, долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Как и мы прощаем. Как будет, если человек не простит должнику своему? Что будет? Мы сами связываем себя этими словами, потому что мы их говорим. И оно, это часть нашей молитвы, которую мы постоянно повторяем. Я иногда задаю вопрос, Бог, почему ты сделал так, чтобы каждый день верующий человек говорил перед тобой, Боже, прости мне, как я прощаю. Может, это потому, что каждый день кто-то может сделать нам что-то? Может, это потому, что это очень важно, чтобы мы помнили о прощении, он не сказал какие-то другие слова, а именно это нужно помнить каждый день, каждый день. Иногда даже дважды, трижды человек молится и говорит эту молитву. Почему Бог так часто нам напоминает? Прости нам, как мы прощаем. Может, потому что иногда нужно столько веры, чтобы простить, столько смирения, чтобы простить, столько как раз этого характера Христа, чтобы простить. Простить тому, кто что-то сделал против нас. Даже если не просит, даже если он не прав, даже если мы правы, даже если его грех большой, даже если он что-то такое сделал, за что нужно огонь на него звести, и только так бы было справедливо, даже если так. Простить. Пасха. Это самое сильное свидетельство прощения. Когда тот, кто Бог, тот, кто свят, тот, кто столько добра сделал, ни один человек не сделает и половины, и десятой части, возможно, столько добра, как сделал Иисус Христос. Иисус Христос. Когда идет мама, и единственный сын, который умер возле него, и они идут его хоронить. И Библия говорит, он останавливает и поднимает этого сына. «Разве это не добро? Разве это не добро?» Иногда видишь сердце мамы, у которой ребенок больной, или что-то случается. Сколько боли, сколько всего, сколько добра он сделал. И потом гвозди в руки. И он говорит, «Прости им, дорогой брат, дорогая сестра. Я не знаю, почему, но почему-то целую неделю эта тема прощения, она ходила за мной. Я думал, что сказать, но тема прощения ходила за мной. Возможно, это сложно. Возможно, это тоже, вы все время делаете добро, а вместо этого гвозди в руки, раны, насмешки, еще что-то другое. То мы можем вместе с апостолами говорить, «Боже, помоги нам в этом. Дай нам веры, дай нам силы, дай нам смирение, чтобы когда мы будем говорить, прости нам, как и мы прощали, то наша совесть была чиста. И у нас есть большая привилегия. Когда мы смотрим на этот мир, мы видим могущественного Бога. Когда мы смотрим, как Он все создал, этот могущественный Бог, Он наш Отец, и Тот, Кто нам помогает. Помогает даже в самых сложных ситуациях. Когда мы, как тот Отец, приходим, хотим что-то, веруем, но нуждаемся, чтобы нашу веру немного подлечили. Давайте мы в этой молитве будем просить. Просить Бога, чтобы наша вера росла, чтобы у нас был характер Христа, и чтобы мы тоже так же делали, как Христос. И будем просить, чтобы мы тоже не были обидчиками. А если что-то даже и против нас сделают, чтобы Бог нам помог, даже если мы правы, даже если никто не просит, делать так, как делал Иисус Христос. Давайте будем молиться. Дорогие друзья, наше служение закончено. Путь Господь вас благословит. Мы благодарим всех, кто присоединились к нашему эфиру. Божьих вам благословений! Иисус Христос. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова